Всем привет, друзья! Принесли мне вот такую вот платку. Когда-то это был роутер, и назывался он VA901ND. Это Тополинковский Wi-Fi роутер. И почему он ко мне попал? Дело в том, что на него попытались поменять прошивку, и после этого он перестал включаться. Как мне объяснил человек, который перепрошивал, хотел поставить OpenVRT, через веб-интерфейс он все это пытался сделать, но он ошибся в том, что он взял не ту версию прошивки, не для той ревизии. Вообще он сказал, что на корпусе роутера было написано, что роутер первой ревизии. Он, естественно, скачал прошивку для первой ревизии, через веб-интерфейс загрузил ее, и роутер после этого не включился. Естественно, он начитался в интернете про всякие перепрошивки через кабелечек, разобрал его, и когда разобрал, он с радостью для себя обнаружил, что все же причину, из-за которой он убил свой роутер, это в том, что ревизия железа все же вторая, а не первая, как была написана на самой коробке. Мне в это слабо верится, но от этого не легче, потому что в любом случае его нужно перепрошивать. И казалось бы, ну что там перепрошить? Что перепрошить роутер? Включаем сетевой кабель, подаем питание, включаем, лампочки загорелись, заходим через веб-интерфейс, суем в следующую прошивочку, и все у нас будет работать. Ага, как бы не так. Вот параметры адаптера. И вот смотрите, что я ставлю сетевой кабель, что его не ставлю, он вообще никак не лидирует. То есть рутер true. Единственное, как его можно восстановить, это используя усарт кабель. Что такое усарт кабель? Есть огромное количество разных кабелей, переходников, но для современных, там для нас, для тех, на чьих компьютерах нет компорта, самым таким распространенным это будет либо кабель от какого-то мобильного телефона. Кстати, этот кабель, это тот кабель, который человек мне принес. То есть он сам пытался прошить, он сам напаял вот эту вот штыревую линейку, изначально ее не было. Ну, как он сказал, что он пришел в сервис, дал им 10 лей и попросил запаять три контакта. Но они так припаяли, что даже флюс не помыли. Забубенчики нужно подвешивать за такую пайку. Кабеля эти бывают разные. Вот этот сделан на микросхеме ProfiLink, также бывают на какой-то ЦП микросхеме, также более распространены и более дорогие на FTDI, там кажется 2032. Если у вас есть компорт, то вы можете себе сделать переходник с COM на USAR, то есть там просто логические уровни разные. Это делается на микросхеме Max 2.3.2. То есть там как бы все просто. Теперь, что нам нужно? Нам нужно как-то подключиться и посмотреть, живой здесь будет или не живой. Но мне сказали, что подключались, он там что-то отвечает в терминал, то есть будет живой, значит можно работать. Как подключать? Здесь у нас есть три вывода. Это земля, один из них передача данных, другой прием данных, то есть RX, TX. Какой из них что, я не знаю. Также разъемчик у нас четырехпиновый, я так понимаю, что сам роутер на производстве программируется через этот разъемчик. И здесь земля RX, RX, TX и четвертый пин, это уже должно быть питание. То есть определить, что куда, для меня допустим не составит труда, то есть тестером на земляной полигончик находим, где у нас земля. Также по разводке, по конденсаторам смотрим, где у нас питание, что у нас идет на питание. Естественно, что оставшиеся два это будут RX, TX. Здесь уже все сделано до меня, то есть вот этот GND. А какой из них RX, TX, я не знаю. И в принципе это особо не важно, потому что если мы подключим неправильно, то у нас ничего не сгорит, просто ничего не будет работать. То есть мы сейчас включим, если мы увидим, что у нас ничего не работает, просто меняем местами. Вообще был бы это мой кабель, у меня бы здесь все было подписано, было бы красиво и я бы с первого раза попал. Но так как кабель не мой, приходится пользоваться тем, что есть. Так, подключаем его в USB-порт, открываем диспетчер устройств и у нас должен появиться какой-то виртуальный COM-порт. Да, вот у меня есть второй COM-порт. Вам нужно также добиться этого. То есть вам нужно установить на эту железку драйвера. Если у вас на FtDi, вам нужно от FtDi драйвера. Если у вас, вот как у меня профилинк, нужно профилинк, зайти на сайт, скачать драйвера. Если у вас CP, какая-то там микросхема, то тоже нужно на их сайт зайти, скачать драйвера. В общем, в итоге у вас должен видеться виртуальный COM-порт. Теперь можно также проверить, что эта штука работает, именно вот этот RXTX, потому что может быть все что угодно. Проверить это очень просто. Можно замкнуть RXTX и взять любую терминальную программку и попробовать что-то передать. Так, питание я отключил, так что здесь ничего нет страшного. Вот, допустим, вот этот терминал мне нравится. Коннектимся ко второму COM-порту. Пытаемся что-то передать и видим, что то, что мы передаем, оно вот здесь появляется. Вот даже в макросе я здесь могу, так чтобы вы видели. Вот так вот. Раз. Передать целую пачечку. Все хорошо. Обязательно проверьте, чтобы все хорошо работало на той скорости, на которой мы будем шить. Мы будем шить на скорости 115200, так что понятно, что если он у вас где-то будет на 600 работать, а на 115200 у вас там будет место данных какие-то иероглифы, каракозябры, то прошить у вас ничего не получится. Все, отключаемся, чтоб порт был отпущен. И посмотрим, что нам этот роутер скажет. Точнее нам скажет не роутер, нам скажет BOOT. Если все с ним нормально, то при включении он должен в терминал отправлять какие-то данные. Так, отключим, поставим питание. Так вот я включу и выключу. Опять же запустим этот наш терминал, мой любимый. Опять же приконектимся, наверное надо было его не закрывать и включим питание. Вот пошло, пошло. Вот видите, это уже BOOT пытается нам что-то сказать. И сейчас он попытался стартануть. Давайте его выключим. Снова включим. Вот здесь он ждет, чтоб мы что-то в него ввели. Если мы не вводим, то он уже пошел дальше стартовать. Ну, в принципе, все прекрасно. Мы правильно подключили RX-TX. Давайте сейчас я специально все делаю ради вас. Подключу все наоборот, чтобы мы убедились, что у нас ни черта не будет работать. Включаем. Очищаем все. Давайте еще раз включим. Ну, как бы ничего не работает, значит мы что-то перепутали. Ставим их обратно, как они были. Снова включаем. Ну, вот все хорошо. Опять же, обращаю внимание на настройки. Скорость 15200, количество бит в пакете 8. Нет, нет, нет и 1 стоп бит. Если у нас скорости будут другие, то есть допустим, вот сейчас я специально поставлю другую скорость, то у нас вместо нормальных слов будут какие-то каракозябры. Вот смотрите. Я выключу, очищу. Раз. Вот, то есть какие-то каракозябры. То есть не то, что нам нужно. Если мы можем вот так со скоростью играться до тех пор, пока не попадем на ту, что надо. В общем, прелюдия наша закончилась. Теперь нам нужно найти прошивочку и просто ее установить. Как мы должны найти прошивочку? Да очень просто. Заходим на сайт tp-link, вводим в поиск свою модель, которая вот здесь вот написана. И также обращаю внимание на версию железа. Вот у нас найдено одно устройство. Открываем его и выбираем пунктик здесь загрузить. И нам нужно программное обеспечение. Смотрим вот версии железа. То есть первая, вторая и третья. У нас версия вторая. Опять же, еще раз смотрим внимательно на шильдики. Вот наша вторая версия. Опять же, убеждаемся, что у нас правильное название файла. То есть тот рутер нам tp-link нашел, что у нас есть. То есть 299001-nd. Все окей. Ну и скачиваем его. Это архивчик. Нам его нужно распаковать. Я это все сброшу на рабочий стол. Пусть тут лежит. В итоге у нас получается вот такой вот файлик с расширением BIN. То есть я использую виндовский терминал, который называется гипертерминал. Почему именно его? Это программа, которая мне совершенно не нравится. Но у нее есть одна функция, которой нет у пути. Нет у вот этого терминала, если я не ошибаюсь. У пути ее точно нет. Это отправка файла в режиме Y модема. нет. Ох, как ты меня достал. Как ты меня достал. Вводим имя. Так, отключим здесь все. Окей. Так, отмена. Да. Окей. Ком 2. Конфигурация. Скорость 15208. Нет. 1. Нет. Применить. Окей. Окей. Все. Мы всю подготовку сделали. Теперь нам нужен файлик, в котором будут команды, которые мы должны отправлять. Ну что, дальше нам нужно включить рутер. Будд с нами будет общаться. И когда он будет нас приглашать, чтобы мы ответили ему что-то, мы должны будем написать tpl и нажать Enter. Вот я вам уже показывал, когда я вам сказал, что вот здесь вот, когда он будет ждать там 1-2 секунды, нужно будет нажать. Ну что ж, давайте посмотрим. Включаем. Вот здесь вот нужно было быстренько нажать. Мы этого ничего не сделали. И сейчас он пойдет загружаться дальше. Ну, хотел бы пойти. Давайте мы его снова выключим. Снова выключим. Все. Я нажал tpl, Enter. И сейчас я уже начинаю общаться с бутом. Дальше я ему говорю, что я хочу загрузить в него файл. Для этого я отправляю вот эту вот команду. Нажимаю Enter. И сейчас у нас наш рутер ждет, когда мы загрузим в него файл через режим YModem. Для этого Transfer, Send File. Выбираем файл. Выбираем нашу прошивку, которая была на рабочем столе. Вот она. V2 901. И выбираем, что мы хотим отправить через YModem. Нажимаем отправить. И теперь осталось только ждать, потому что, конечно, вы все привыкли к мегабитам, гигабитам. Но тут все медленно происходит. Так что минут десять, наверное, придется точно подождать. Ну вот и все. Файл прошивки пока залился в какую-то временную область памяти. Ну и дальше необходимо показать ему, что мы должны очистить и что мы должны установить эту прошивочку. Вставляем Enter. Так, я не всю эту команду вставил. Еще раз. Почему Erase, если я скопирую Erase? Все очищено. Ну и вот сейчас непосредственно начнется процесс перепрошивки. Окей. И перезагружаем. Ну вот и все. Вот видим, пошли уже статусы нормальные, читаемые. То есть, ну, будто загрузился и дальше уже управление перешло на прошивку. Здесь уже у нас не иероглифы, а нормальные такие читаемые статусы. То есть можно почитать, что да как. Теперь давайте еще раз откроем центр управления сетями, параметры адаптера. И сейчас я попробую подключить сетевой кабель. Посмотрим. Ну и теперь давайте попробуем зайти на веб-интерфейс этого роутера. 192.168.1.254. Все окей. По умолчанию пароль админ админ. Да, все круто. Вот он наш роутер VA901. Все работает. Ну, не знаю, все отлично по мне. Кобелечек можем снимать и можем, в принципе, его собирать. Но это уже сделает сам хозяин роутера, потому что вот мне что дали, то я вам и показываю. То есть у меня нет ни корпуса, ничего от него. Только живая плата. Ну вот так, друзья, все очень просто. На мой взгляд, делается. Но сам хозяин потратил огромное количество времени. Он почему-то посмотрел видео на ютюбе, где шьется другой роутер. Там для прошивки также использовался данный кабель, но там прошивка заливалась не через USART, а она заливалась через FTP-сервер, то есть через TFTP, через кабель. А через USART вы просто давали ему команды на то, чтобы он забирал прошивку с вашего компьютера. И в этом видео автор всегда говорил, ну, я сейчас сделаю на другом роутере, но на всех практически все то же самое. На всех практически все то же самое. И, наверное, хозяин тоже насмотрелся этого и пытался все сделать по инструкции, хотя для данного роутера та инструкция не применима. Так что перед тем, как прошиваться, думайте вообще об этом, нужно оно вам или нет. И перепрошиваясь, имейте в виду, что вы можете остаться без интернета, вы можете остаться без вашего роутера. И также для того, чтобы потом поднять, как правило, нужны какие-то дополнительные средства, как минимум кабель. Кабель – это удовольствие недорогое, стоит несколько баксов, но его нужно покупать, заказывать, ждать. И не знаю даже, что дешевле пойти к человеку, который вам в сервис-центре это восстановит, либо покупать, мучиться, возиться. Ну, этот хозяин, он, в принципе, очень хотел сам его поднять, но, как видим, не все так просто, как кажется. Хотя для меня это все просто элементарно, если честно. Первый раз шью роутер, но как будто каждый день этим занимаюсь. Ну, вот и все. Всем спасибо, всем пока и удачи вам.